Привет всем, кто сегодня заглянул на мой канал в поисках нового видео. Я знаю, что подобные обзоры для вас интересны, и потому сегодня расскажу о моих покупках из магазина FixPrice. И мне тем более будет интересно вам рассказывать, потому что сегодня я снимаю при дневном освещении. У нас выходной день, слава богу. У меня выдалась минутка, и я могу пообщаться с вами. Итак, начну я с того, что, конечно же, весенняя коллекция не может не радовать. Очень много разных новинок появилось на полках в магазине FixPrice. И я об этом узнала совершенно случайно, как ни странно, потому что отправилась туда за привычными мне товарами. У нас закончились салфетки, которыми мы пользуемся по уходу за ребенком. И, соответственно, я приобрела себе несколько упаковочек. Должна признать, мне очень сильно понравились вот такие вот. Раньше я брала, если вспомню, где-нибудь здесь покажу. Ну, в общем, решили сменить мы немножечко направление. 120 штучек за 55 рублей. По-моему, это супер. По качеству салфетки классные. Они такие тканевые, прекрасного качества. Хорошие влажные кремовые салфетки. Здорово. И этой же серии я взяла антибактериальную упаковочку. Тоже 120 штучек. За 55 рублей такую здоровенную упаковку купить, я думаю, особенно мамочки поймут меня, достаточно сложно. В большинстве своем продаются совсем по другим ценам подобные упаковочки. Итак, следующее, что я себе купила, и меня, кстати, удивила цена. Да, серьезно. Впереди весна, и, соответственно, ну вот так уж случилось, что, к сожалению, у нас нет пока очень теплой и солнечной погоды. Хотя нет, солнце сегодня очень даже, а вот по поводу тепла, к сожалению, пока мы в ожидании. Так вот, плюс 7 все-таки обязывают к тому, чтобы носить все же одежду немножечко потеплее, нежели совсем уж весной. Соответственно, так или иначе, нужны колготки. Вот такие вот упаковочки с колготками я обнаружила на полках в магазине FixPrice. 77 рублей цена, я думаю, вы видите. Там есть еще одна разновидность колготок. Они с таким узором, что-то напоминающее сеточку, но не в том понимании, как мы привыкли. И они стоят чуть дороже, 99 рублей, потому что, если я не ошибаюсь, у них плотность выше 80 ден. Здесь 40 ден. Вполне себе доступно, удобно, по 77 рублей. Знаете, я вообще из тех, кто часто рвет колготки. Я не знаю, как мне это удается. Я умудряюсь найти зацепки совершенно на ровном месте. Надо мной всегда смеются подруги, но так уж случается. Поэтому, да, вот эта вещь для меня незаменимая. Нашла довольно здорово. Следующее, что я обнаружила, опять же, в магазине FixPrice. Я вообще большой поклонник разных таких вот баночек. Я думаю, что ни для кого это уже не секрет, особенно для тех, кто давно на моем канале. Так вот, в магазине FixPrice, кстати, вот здесь даже остался ценник. 55 рублей стоит такая вот баночка. Там есть три разновидности, по-моему, вот такого вот желтого цвета, как здесь в табличке. И вот эти две. Я выбрала эти две просто потому, что мне нравятся более-менее нейтральные цвета. И поднадоела мне тема маков, если честно. У меня, если вы помните, ранее были баночки с маками под чай и кофе. Нет, под сахар и кофе, да. Вот, теперь сахар здесь, кофе здесь и очень даже удобно. Кофе, естественно, я думаю, вы понимаете, что это растворимый. Но надо менять что-то. Понадоел тот декор, что был ранее и хочется что-то поменять. Соответственно, баночки это не все. Увидела я на прилавке магазина вот такую вот интересную вещь. Я не знаю, это набор или не набор, но продаются они, естественно, по отдельности. Такая вот баночка с надписью tea, чай. И вот это, насколько я поняла, масленка. Вообще, я не планирую использовать эту баночку под масло. Скорее, для того, чтобы хранить орешки, там еще что-то такое, куда ребенок не заберется, потому что не видит, что там. Это непрозрачная баночка. Она такая, знаете, по-моему, из доломита, кстати, тоже. Хотя, может, и керамика. Я не знаю, не уточняла. Но, в общем и целом, мне нравится ее вид. Такой, знаете, экологичный, что ли. Ну, в общем, на кухне мне вообще нравится такая стилистика. И поэтому я рада, что приобрела эти баночки. Мне нравится цилиндрическая форма вот этой. Она прекрасно выполнена, все здорово. И смотрится она как-то так, я не знаю, стильно, что ли. На кухне, мне кажется, это будет украшением. Как я уже сказала, 99 рублей. Цена, по-моему, и то, и другое. Еще на прилавке меня заинтересовала вот такая вот фигурка ангела. На самом деле я была в трех магазинах FixPrice за прошедший месяц. Так уж случалось. И я должна сказать, что с большим трудом нашла хотя бы одну целую фигурку вот такого вот ангела. Они есть в разных позах, но, к сожалению, уж не знаю, то ли при транспортировке, то ли как-то их неаккуратно выставляли. В общем, они преимущественно очень сильно поврежденные. Трещины буквально по периметру всех фигурок. Это очень печально. Но вот мне удалось найти такой совершенно очаровательный экземпляр. С такими вот крылышками. И, кстати, эти ангелочки довольно немаленького размера. За 51 рубль, по-моему, это очень-очень здорово. Что еще приобрела? Сейчас будете удивляться. Но вообще я предпочитаю, конечно же, краситься у своего мастера. И прежде чем сделать эту покупку, я посоветовала с ней. И, как ни странно, я вспомнила о том, что, ну, может быть, год назад я просматривала один из обзоров на канале Ося. Это Оля, она живет в Польше. И она рассказывала о вот такой вот краске. Hanna Colors. Это белорусский производитель. И она очень сильно хвалила. Говорила, что пользуется и ей нравится. Так вот, я как-то это запомнила. И в магазине, когда была, уже позвонила своему мастеру проконсультироваться. Сможет ли она меня выкрасить этой краской. Соответственно, в общем, она дала добро. И я ее приобрела. Но, скажу вам честно, было страшно. 55 рублей за упаковку краски. К тому же, когда мы ее, в общем-то, готовили к нанесению, меня, например, очень сильно насторожило, что, во-первых, краска очень-очень жидкая, когда вы ее разводите для нанесения. А, во-вторых, как это сказать, есть такой окисляющий реагент здесь, который вот добавляют, да, чтобы краску привести в готовность. Так вот, он настолько быстро ее окисляет, что это немножечко непривычно. Любую другую краску, да, перед нанесением, она как-то светлого цвета, а потом темнеет на волосах. А это сразу становится такой темного цвета. В общем, я взяла два оттенка. У меня оттенок 4-3 шоколад и оттенок 3-3 горький шоколад. Горький шоколад пока еще остается в упаковке, а вот 4-3 я уже опробовала. И, в общем-то, как видите, в общем-то, благополучно все это использовала. Здесь в упаковке идет стойкая крем-краска на основе хны, натуральная написана, попадание в цвет закрашивает седину 100%. Ультра-стойкое окрашивание, насыщенный сияющий цвет, не содержит аммиак. Насчет аммиака я не знаю, потому что запаха действительно краска практически никакого не источает, но при этом легкий все же есть, душок аммиака. Я не знаю почему, может, мне показалось. Здесь написано 9% проявляющая эмульсия, 2 упаковки по 25 мл. И есть еще бальзам. Бальзам, кстати, по запаху мне очень сильно не понравился. До того неприятный. Вот, испачкала руки. Бальзам очень сильно неприятный и пахнет он как-то так, да, не очень. Вот, поэтому да, но должна признать, что краска очень стойкая. Вот даже сейчас я случайно испачкалась немножечко в краске и не знаю, как я буду ее смывать. В общем и целом, должна сказать, что волосы у меня не выпали после окрашивания, как видите, да. Да, блеску волос есть и оттенок такой достаточно, ну, я бы сказала, насчет шоколада не знаю, но он такой темного кофейного цвета. Вот, сейчас, возможно, не очень будет видно, но тем не менее. На улице при дневном освещении виден такой отчетливый каштановый отлив. Что я хочу сказать. Краску я не держала, как положено, 30-40 минут. Потому что в какой-то момент я ощутила легкое пощипывание на поверхности кожи головы. Соответственно, мы быстренько это дело смыли. Итого, я на волосах держала краску порядка 20 минут. В целом, вот она уже пережила три помывки, и я должна сказать, что неплохая краска. Вот, не знаю, может быть, это у меня такая реакция была. Но, в целом, достаточно интересный вариант для окрашивания. Учитывая, что здесь, в общем-то, указано, что она якобы натуральна на основе хны. Посмотрим, сколько продержится оттенок. Вот, что еще? Еще я на кассе обратила внимание, что вновь появились вот такие вот спонжики типа бьюти-блендеры. Однажды я уже покупала такой бьюти-блендер, и должна сказать, что он мне совершенно не понравился. Он был жесткий по текстуре, совершенно непонятный. При намокании он никак не увеличился в размерах. В общем, какая-то безделица непонятная. В этот раз я, конечно же, скептически отнеслась к такой покупке, но, тем не менее, решила, любопытно ведь, правда? Так вот, приобрела я эти бьюти-блендеры, спонжики. Ну, не знаю, как правильно. Вот у меня уже открытый, и, как видите, я его уже использовала. Должна сказать, это вещь потрясающего качества. Поэтому те, кто еще не приобрел, девчонки, вперед из песни в магазин Fixed Price. Это классно. Серьезно. Вот все, что говорят о бьюти-блендерах оригинальных, я уверена, что вот эта вещь ничуть не хуже, хотя никогда не пользовалась оригиналом. Во-первых, при намокании он действительно увеличивается в размерах. Во-вторых, прекрасно наносит макияж. А в-третьих, после нанесения макияжа, с него абсолютно легко смывается весь вот этот вот тональный крем, все, что вы наносите, буквально при помощи обычного жидкого мыла. Можете шампунь помыть, при помощи шампуня ополоснуть, и эффект будет такой же. То есть смывается хорошо, наносит макияж очень тоненьким, аккуратным слоем. Прекрасная вещь. Я себе купила, еще потом зашла парочку, и маме купила, и теперь она тоже рада и пользуется. Поэтому это реально классная вещь, поэтому обратите внимание. Это были все мои покупки на сегодняшний день из магазина FixPrice. Ну, а теперь, как я вам и обещала, я покажу кое-какие переделки в интерьере. Пока незначительные, остальные буду показывать по ходу в следующих видео. Еще об одной покупке я вам забыла упомянуть. Это горшочки цветочные. Да. В общем, идея была какая. Я уже давно рассказывала вам о том, что часто заглядываю в приложение Pinterest. И мне очень нравятся те идеи, которые там представлены. Естественно, кое-что я пытаюсь воплотить дома, что, скажем так, не затратно и не требует каких-то особых усилий. Так вот, решила я дома обзавестись живыми цветами. Ну, конечно, не считая мою любимую орхидею, все же давным-давно уже дома у нас не было сильно цветов, потому что, как бы, сначала у нас жила кошка, потом, как бы, у нас появился ребенок, которому очень сильно интересны все эти горшочки, цветочки и все такое. Вот. Но теперь уже дождь подросла и, соответственно, интерес уменьшился. Я решила, что этой весной мы явно что-нибудь поменяем. Как видите, вот этот вот плед, кстати, позади меня. Таких два вязаных акриловых мы приобрели в магазине Leroy Merlin. Кстати, вот эту подушку тоже там же приобрела. Обалденная, потрясающая, мягкая, супер вещь для настроения, я бы сказала. Вот. Ну и, соответственно, добавить зелени. Почему-то вот этой весной мне очень сильно хочется добавить зелени в интерьере. И я вам покажу, какие горшочки я приобрела. Сейчас многие зададут вопрос, почему горшки такого темно-коричневого цвета. На самом деле, у меня была мысль задекорировать их веревкой, той же, которую я декорировала в вазу. Но я пришла к выводу, что, наверное, пока они и так неплохо смотрятся. Потому как все-таки у нас есть элементы в оформлении мебели цвета венге. Поэтому думаю, что сочетание очень даже неплохое. В целом, сам контраст тех цветов, которые в этих горшочках, и самих горшков цвет, мне кажется, очень интересно смотрится. Судите сами. Этот угол над двумя диванами теперь уже мы решили также немножечко украсить. Таким образом я разместила здесь самые натуральные цветы. То есть они живые. Они благополучно расположились в горшочках, которые тоже я покупала в магазине FixPrice. Как видите, здесь довольно неплохо смотрится тот собакин, которого показывала также в предыдущих обзорах. Поэтому да, вот такая небольшая как будто бы композиция. Но в целом это элементарно обычные живые цветы. Здесь задумка была все-таки над темой Пасхи предстоящей. Поэтому да, вот собственно говоря, так мы решили украсить и немного добавить настроения. Я думаю, что вот эту композицию все вы уже помните. Я делала ее еще в прошлом году. Она у меня сохранилась. Цветы эти я покупала кому интересно в магазине Galamart. Этот ящик в виде заборчика тоже приобретала в магазине Цветочный базар. Вазу эту я переделывала стеклянную основу. Скажем так, я покупала в магазине Leroy Merlin. Она была желтого цвета. И ее декорировала обычной веревкой джутовой, собственно говоря. Ветки, вербы. Я думаю, ни для кого не секрет, что их можно достать буквально везде. Ну а эти сердца, я думаю, тоже вам знакомы. Это как раз к вопросу о переделках. Потому что были они красного цвета. И мы решили, что в этом году зеленый и золотой будут как нельзя кстати сочетаться. И смотреться более гармонично в общем интерьере. Корзинки эти у меня спрашивали много после размещения фотографий в Instagram. Где я такие приобрела? Да я приобрела, в общем-то, фиолетовые. И показывала их вам в одном из обзоров на моем канале. Но решили мы их перекрасить при помощи обычных баллончиков с краской марки KUDO. Часто меня спрашивают. Поэтому все это очень-очень легко делается. Вот такая вот небольшая переделка. И это были все мои покупки из магазина FixPrice. Я надеюсь, идеи вам понравились. Я вас вдохновила к переменам. И за 7 я буду с вами прощаться. Надеюсь, мы увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Я уверена, вы найдете для себя много интересного. И, конечно, не забывайте заглядывать на мою страничку в Instagram. Там я выкладываю очень часто фотографии с покупками, идеями, переменами в декоре и так далее. Все там. Милости просим. Буду вам очень рада. Надеюсь, мы с вами увидимся в следующих видео. Спасибо, что посмотрели этот обзор. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok